Человек громко кричит «помогите» и всеми силами пытается удержаться на плаву. Ничего этого вы не увидите и не услышите. Человек тонет молча. Все его силы уходят на то, чтобы удержаться на плаву как можно дольше. Если вы заметили нечто подобное, то нужно незамедлительно помочь. Вот только как. Нельзя, как говорится, к нему близко подплывать. То есть в результате чего? Потому что вас этот же человек, утопающий, может и погубить. Так неужели фразу о том, что спасение утопающих – это дело рук самих утопающих, нужно понимать буквально. Представители службы спасения заявили, что тонущему помочь можно. И рассказали, как именно. Как правило, нужно его взять за волосы и тащить к берегу. Естественно, сразу предупредить спасателя, который находится на берегу. У которых на спасательном посту есть все необходимое для спасения людей. И сразу же позвонить по номеру сотового телефона 101. Но что делать, если спасателей рядом нет, а до приезда МЧС – несколько минут? Первым делом нужно удалить изо рта пострадавшего песок или водоросли. А затем, вопреки тому, что можно увидеть в фильмах, человека не стоит класть на спину. Его следует повернуть вниз лицом, подставить под его живот колено и надавливать сверху, чтобы вылилась вода из глотки и дыхательного горла. А затем следует определить, дышит человек или нет. Чтобы определить, дышит человек или нет, используется простой правило – вижу, слышу, ощущаю. Нужно наконец пострадавшим послушать его дыхание, попытаться ощутить щекой движение воздуха и увидеть экскурсию дымной клетки. Сердечно-легочную реанимацию следует проводить только в самом крайнем случае. Первым делом надо снять с человека одежду и только после этого приступать к самой процедуре. Реанимация базовая состоит из двух основных мероприятий – это непрямой массаж сердца и искусственная дыхание. По современным стандартам непрямой массаж сердца проводится соотношение 30 компрессий и 2 вдоха, соответственно, для искусственной вентиляции. Нужно нащупать мечевидный отросток. На два пальца выше и будет находиться точка, на которую следует положить ладонь. Другая рука кладется сверху, замочек, и осуществляется прямыми руками в локтях компрессии грудной клетки на глубину 5-6 см, 30 компрессий, и дальше делается два вдоха. Перед тем, как делать вдох, нужно запрокинуть пострадавшему голову, зажать ему нос и сделать два вдоха. Можно положить ему на рот платок или ткань. Сердечно-легочную реанимацию следует проводить до прибытия помощи. К сожалению, несчастье может подстерегать не только в воде, но и на суше. Из-за жаркой погоды легко получить солнечный удар. Если вы или ваш друг почувствовали головную боль, а кожа сухая и горячая, то сразу же следует уйти в тень и попить воды. Если же человек потерял сознание, то действовать необходимо быстро. Нужно немедленно попытаться переместить его в прохладное место, в это помещение, расстегнуть одежду стесняющую, освободить от стесняющей одежды, дать что-то прохладное попить. Уберечься от солнечного удара очень просто. Достаточно находиться в тени. Также спасает любой головной убор. И в солнечную погоду всегда нужно пить больше воды. Помните, вы сами гарант своей безопасности.